Всем привет! Закончился у нас матч сборной России со сборной Чехии. Бочку дёгтя, наверное, вылили на нашу команду после игры со сборной США. Финны наказали сборную США со счётом 2-0, а наши обыграли сборную Чехии на одну шайбу больше, потому что очень хорошо работала оборона, но не всегда, конечно же, но большая оборона всё-таки сыграла свою роль. Василевский, как никогда, всегда прекрасен. Психологически видно, что ребята настроились на игру. Меньше каких-то непонятных потерь шайбы в зонах. Но единственный минус, наверное, это то, что не обошлось без удалений. И в основном все эти удаления от наших игроков было в зоне сборной Чехии во время атаки. Но слава богу, что оборона сыграла хорошо. Чехам не удалось ничего сделать. Отличились у нас такие игроки, как защитник из Вашингтон Кэпитолс. Дмитрий Орлов. Плотников ему отдал великолепный пас, потому что он увидел то, что Дмитрий открывается. И он готов забросить. И гол получился великолепный. А вратаря сборной Чехии просто не было никаких шансов. Как там его фамилия? Француз? Французе или... Ну, что-то связанное с Францией. Видимо, хотели как-то немножко интригу создать. Играем во Франции. И вратарь Франции. И тем самым ожидали большей поддержки от зрителей. Конечно же, не все болельщики поехали болеть за нашу сборную. Многие остались в Германии. Спасибо тем болельщикам, которые поддерживали нашу команду в Париже. Конечно, не такой аншлаг был, как в Кёльне, в Германии. Но все равно всем спасибо. Также в первом периоде у сборной Чехов был удален Держабик. Сфалил на Кучереве. И в нашем большинстве, а именно Кучеров, наказал сборную Чехии. И в первом периоде у нас счет уже стал 2-0. Что, в принципе, взбодрило нашу команду. Хотя Чехи после второй шайбы создали пару таких вот опасных моментов в нашу сторону. К счастью, конечно же, ничего у них не получилось. Конечно же, досадное удаление было у Барабанова. Барабанова под конец первого периода. В конце первого периода, где-то буквально последние 4 минуты, сборная Чехии прессинговала нашу команду, атаковала. Видно то, что наши игроки подустали. В конце просто держали оборону и ушли на перерыв со счетом 2-0. Во втором периоде, после перерыва, силы прибавились. Наши атаковали Чехов. Здесь же опять у нас не обошлось без удалений. Проварова удалили за подножку. Но судя не увидели то, что его тоже держали клюшкой. И почему-то именно наш игрок отправился на скамейку штрафников. Что именно не понравилось во втором периоде, это, наверное, то, что со стороны сборной Чехии Вот именно было непонятно, свободных таких вот открытых два прохода игроков сборной Чехии к нашим воротам. Обыгрывали защитников, как будто их там вообще не было. От нашей сборной во втором периоде, да и в первом, хочу отметить то, что, да, действительно настроились ребята. Был очень хороший контроль шайбы. Пару хороших моментов было у Панарина. Могли быть голы, но ничего не получилось, к сожалению. Третий период также остался за нашей сборной. Чехи, видно было уже то, что они сдались, уже осели. Не было каких-то таких вот уже контр-атак с их стороны. Более уже спокойно играли, потому что все уже опустили руки. Конечно, немного на сборную Чехии это не похоже. Что-то, скорее всего, тоже повлияло на ихнюю игру. И это, наверное, сборная России. Именно наш настрой. И окончательное настроение у чехов, наверное, сдулось после того, когда Кучеров отдал пас на Панарина. И Панарин заклепал третью шайбу в ворота сборной Чехии. Все. Тут чехи просто вот сели. И поняли то, что уже ничего не сделать. И таким образом, друзья, у нас счет 3-0. Теперь нас ждет, скорее всего, сборная Канады. А это, как-никак, у нас всегда исторический момент, наверное. И здесь, я думаю, надо уже готовиться. Думаю, наши игроки тоже это прекрасно понимают. И тренера об этом знают. Хотел бы выразить очень большую благодарность каналу Лысенков ТВ за их подробнейшие обзоры, за их комментарии, за их обсуждения. Вот, наверное, благодаря ему. В курсе событий всех и вся. Так что им огромнейшее спасибо. А вам спасибо, что вы смотрели меня. Всем большущего здоровья. Вы были со мной. Не переключайтесь. Всем пока.